Сейчас будет другое доказательство. Доказательство Евклида. Оно... А просто зачем я это все равно не понимаю? Потому что мне все равно это нужно. Давайте я это постановлю. Доказательство Евклида все равно будет. А не делится на П. П не делится на П. Итак, у Евклида этот момент все равно понадобится. Так что я остановлю место в пределе вашем. Надо сказать, что начало Евклида – книжка, посвященная в основном диаметре. Более того, есть даже такая шутливая точка зрения, что эта книга была написана для того, чтобы рассказать о правильных многогранниках. И что, так сказать, все эти тома на самом деле для того, чтобы заложить на них теоремы о правильных многогранниках. Я не знаю, так это будет или нет, но я знаю, что, собственно говоря, в начало доказательства основной теоремы арифметики не прибудутся. То есть все реммы, все необходимые логические шаги там есть. Все необходимое для того, чтобы у нас все было хорошо. Доказательства, которые я сейчас вам буду рассказывать, там нет. Тем не менее, по большому счету, оно там есть. Потому что так повествование выстроено, что просто хочется верить, что Евклида это знал. Если не знал, то просто структуру книжки почему-то не написал и написал. Для того, чтобы доказать Евклиду, потребуется знать, что такое алгоритм Евклида. Алгоритм Евклида. Нахождение наибольшего общего делителя двух чисел. Поднимите руки, кто знает. Что такое алгоритм Евклида? НОД это наибольший общий делитель. Вопрос сейчас другой. Что такое алгоритм Евклида? Алгоритм Евклида. Да. Алгоритм Евклида. Да. Алгоритм Евклида. Я это напишу так. Лемов. Сегодня мы уже на встрече. Наибольший общий делитель любых двух чисел А и В равен наибольшему общему делителю чисел А минус В и В. Для любых натуральных чисел А, В и любого целого числа В. Вот, оказывается, наибольший общий делитель двух чисел не изменяется, когда вы от одного из них отнимаете любое кратное другого числа. Так. Тут несколько человек было, которые поднимали руку, что они знают алгоритм Евклида. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знают доказательства этой лемы. Ага. Ни одной. На самом деле странно, потому что лема легкая. Лема довольно легкая. Давайте я сразу покажу. Давайте я покажу два факта. Во-первых, я докажу, что наибольший общий делитель чисел А и В связан неравенством с наибольшим общим делителем этих двух чисел. А потом я докажу, что другим неравенством вот этот наибольший общий делитель связан с этим. И отсюда получится, что они равны. Итак, пишем. Пусть наибольший общий делитель чисел А и В равен какому-то числу Д. Тогда... Совершенно верно. Что-что говорите? Так, кто сказал? Хорошо. А равно... Так. А равно Д умножить на какое-то число. Ладно. А В равно Д? Да, да, да. В равно Д умножить на другое какое-то число. И это Х и У это целая часть. Да? А вот теперь внимание. Совершенно очевидно, что можно подставить формулу для А и для В. В формулы. А минус ВК. Это что такое? Это ДХ минус... Так, что такое ВК? Минус ДУ. Господа, отсюда Д умножить. Получается Х минус ВК. А минус ВК нацело делится на Э. В. 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 Мы и так помним. В. В тоже нацело делится на Э. Эти два равенства означают, что число Д это общий делитель. Я пока еще не знаю, наибольший или не наибольший. Но это общий делитель чисел А минус ВУ и В. 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 не может быть больше, чем вот это. Кстати, тут раздаётся голос, а что тут доказывать? В некотором смысле, да. То есть у Евгрида, да и в большинстве учебников, объясняется такая идея. Возьми три палочки. Одна палочка длиной А, другая палочка длиной В и ищи общую меру этих двух палочек. То есть такую самую длинную палочку, которая, если её несколько раз выложить, даст нам А, если её несколько раз по-другому, другой какой-то качественный раз выложить, даст нам Б. Всё было бы хорошо, и все эти рассуждения с палочками были бы совсем очевидными. Если бы, вот какая вещь, ребят, на самом деле формулами я пишу то же самое. Просто на языке палочек, ну, можно и на языке палочек всё объяснять, вот, да, это, давайте я всё-таки допишу это доказательство. Значит, смотрите, если рассмотришь наибольший общий делитель чисел А и Д, тогда имеешь вот такие две формулы, значит имеется вот такая формула, и значит Д это общий делитель, значит он не может быть больше, чем наибольший общий делитель. Ребят, ваше вручание приятно для вас. Вам кажется, что вы чем-то умного обменялись, а на самом деле вы в это время не послушали. А потом нужно будет опениваться, а чего он доказал, а почему ты это не услышал. Так вот, я на самом деле доказал половину, я доказал вот такое неравенство. Сейчас нужно доказать вторую половину. Проблема с доской, как будем решать проблему с доской? Давайте я попытаюсь то же самое писать на вот такой кусочек. Значит, смотрите, предположим, что у меня есть другое число, какой-нибудь, не знаю, Т, наибольший общий делитель чисел А минус В и В. Ровно так же, как ты, да, только обозначил т, наибольший общий делитель эти чисел А. Тогда напишу аналогичные два равенства. А минус В, это будет какой-то там Т, З. В, это будет Т, В, где З и В какие-то целые числа. Господа, а дальше все очевидно. Я число А могу просто беспокойненько выразить через Т. Т, З, плюс В, да. А что такое В? Это понятно. В, это у меня Т, В. И здесь еще у меня остается, да? И Т выносится на скобку. Получается, З плюс В. Отлично. Получилось, что числа А и В должны делиться на Т. Т, значит, Т, общий делитель чисел А и В, значит, Т меньше или равно наибольшего общего делителя. Я доказал такое неравидство. Но если и меньше или равно, и больше или равно, значит, на самом деле равно. Я объяснил, в чем состоит шаг алгоритма Ивгрида. Шаг алгоритма Ивгрида – это в точности применение вот этой цели. Помните, что такое у нас был А минус Б, если Б, если Б, не полный час? Это был остаток отделения числа А на число Б. То есть, когда мне дают два числа А и Б, я смотрю, какое они больше. Пусть, например, А больше. Делю А на Б состав. И заменяю задачу о поиске наибольшего общего делителя чисел А и Б на задачу о поиске наибольшего общего делителя числа Р и числа Б. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова